Жизнь без виз. Европа утвердила безвизовый режим для граждан Украины. Окончательное решение приняли на Совете Министров ЕС. Теперь документ остается подписать, опубликовать, после чего решение вступит в силу. Как будет выглядеть пересечение границы ЕС после того, как эта процедура завершится? Узнаем у Алексея Пшемыского. Он сейчас находится в Брюсселе и с нами на прямой связи. Алексей, здравствуй. Расскажи, как голосовали за это историческое решение для Украины и когда оно вступит в силу? Добрый вечер. Скажу, что сегодняшнее решение Совета ЕС можно не только по праву назвать историческим, но и отметить то, что оно говорит, пожалуй, о очень высоком доверии Европы как к самой Украине, так и к самим украинцам. Скажу, что сегодняшнее голосование министров, по сути, было последним условием на пути принятия решения о либерализации визового режима между Евросоюзом и Украиной. Отмечу вот такую очень интересную деталь. Принимать это судьбоносное для нас решение доверили министрам сельского хозяйства и рыболовли Евросоюза. Но, собственно, и дело здесь не в том, что европейцам очень полюбилась наша рыба или, возможно, картофель, хотя, ну, конечно, не исключено, в том, что это заседание первое министерское заседание после того, как послы ЕС утвердили безвиз для Украины. И вот здесь, в Брюсселе, стремились к тому, чтобы как можно быстрее финализировать принятие этого решения. Скажу, что проголосовали очень быстро, единогласно, буквально в течение нескольких минут. И вот сразу же после этого украинцев поздравил еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел. Давайте послушаем его поздравления. Страны Европейского Союза одобрили либерализацию визового режима с Украиной. И я хотел бы поздравить украинское правительство и граждан страны, которые много трудились для того, чтобы воплотить это в жизнь. Вскоре украинцы смогут путешествовать в ЕС без виз. И мы ждем вас с нетерпением. Все мы члены большой европейской семьи. Украинцы, добро пожаловать в Европу. Ласкаву прожему Европу. По сути, документ уже готов. И теперь финальным этапом станет его подписание. Это произойдет в Страсбурге 17 мая при участии президента Европарламента, а также представителя Мальты, которая сейчас главенствует в Совете ЕС. А также там в Страсбурге ожидается и участие президента Украины. Отмечу, что после этого документ опубликуют в официальном издании. И само решение вступит в силу в течение 20 дней после этого. А это означает, что без виз для украинцев начнет действовать 11 июня. Именно с этой даты украинцы смогут ездить в Европу без виз. Но несколько слов о том, что именно это означает. Конечно же, отмена виз не означает отмену правил Шенгенского соглашения. Ездить без виз в Европу смогут украинцы, у которых есть биометрический паспорт. Тем не менее, пограничники будут иметь право потребовать, например, копии билетов, бронирования гостиницы или выписку с банковского счета. Ну и, конечно, всем рекомендуют все равно подготавливать эти документы. А те же, у кого до сих пор сейчас есть шенгенские визы, смогут продолжать посещать шенгенскую зону по этим визам до истечения срока их действия. Ну и скажу напоследок, что, конечно, много сегодня здесь говорили о том, не будет ли означать такая вот победа, которую так долго ждала Украина, того, что Украина прекратит осуществление реформ и борьбу с коррупцией. А именно это было главным условием со стороны Брюсселя в адрес Киева для того, чтобы предоставить нам без виз. Ну и отмечу, что вот специально на этот случай здесь в Европе приняли такой механизм, который позволяет временно приостанавливать действия без виза, например, в случае, если у нас будет расти уровень коррупции или начнутся проблемы со свободой слова. Собственно, вот такие главные новости из Брюсселя, конечно, все сейчас ждут 17 мая, поскольку именно после того, как под решением будут поставлены подписи, можно будет уже официально сказать, что Украина получила без виз. Спасибо, Леша, Алексей Пшемыски о том, как принималось решение о предоставлении Украине без визы и о том, как теперь по новым правилам ездить в Европу.